Олег Ковалев. Со школьных времен пошло, все ребята начали обсуждать футбол. Я вообще с ними хотел поговорить, но не знал о чем. Но я один раз решил просто посмотреть матч один. И сел, это был, по-моему, матч Спартак и Интер Лиги Чемпионов. И вот я его посмотрел от начала до конца. И вот на следующий день все начали обсуждать футбол. И у меня уже была какая-то тема, я уже начал с ними разговаривать, втревать, разговоры уже поддерживать. Мне тоже. И мне после этого понравился именно футбол. А потом просто как-то одноклассники сказали, пойдем в секцию. Ну, банально, наверное, нас в секцию пригласили. Я с ними сходил, мне понравилось. И вот с тех пор я в футболе. Сложно отыскать в футбольном Гомеле человека, более приверженного к городу, чем Олег Ковалев. С местным клубом он застал всякие времена. Однако никогда не был безразличен. Не знаю, наверное, больше такое, что нравится Гомель и вообще город и область. И поэтому были, иногда были такие предложения. Но больше рассматривал, чтобы быть, наверное, ближе здесь. Потому что здесь все свои, все родное. Поэтому так и сложилось, что не получилось уехать. Когда мы вылетали, я как бы был тоже причастен к вылету. Поэтому, конечно, хотелось скорее вернуть клуб. Потому что он должен играть только высшие лиги и бороться за высокие места. Поэтому всегда только хотел оставаться, помогать и выводить команду, чтобы она была только вверху и за высокие места боролась. Поэтому всегда хотел только помогать, чем мог. На протяжении всей зелено-белой карьеры Олег проявлял себя как командный игрок. Даже теряя место в основе, он с удвоенной энергией трудился и доказывал свою состоятельность. Футбол такая профессия. Бывает, ты играешь, бывает, не играешь. Тренер тебя ставит, то не ставит. Но, наверное, главное, главное всегда, наверное, только работать, доказывать на тренировках. Потому что, ну, без этого никак. Ну, и когда тебе дают шанс в играх быть к этому готовым. Потому что и психологически, и физически. Потому что, если ты будешь не готов, то ты тогда и не сможешь себя проявить и доказать тренеру, что ты должен ты играть и кто-то другое. Футболист почти всю карьеру посвятил родному клубу. Наградой за верность стал первый, пока единственный, но такой желанный трофей – Кубок Беларуси. Эмоции, конечно, непередаваемые. Я, конечно, желаю, чтобы побольше таких было у всех и в жизни. Потому что просто счастлив, наверное, на седьмом небе отчасти в этот момент. Потому что такое трофей есть трофей, как всегда. К нему все идем, и для этого мы, наверное, и занимаемся, работаем, чтобы выигрывать, радовать болельщиков клуба. Благодарная публика всегда с теплотой относилась к коллегу за природную скромность и общительность. Многие знают, что подойти к нему в городе и поболтать о любимой игре проще простого. Очень здесь любят футбол, разбираются даже, почти все подходят. Очень часто узнают в любом районе, городе, где бы ты ни находился, в любом. Тебе подойдут, спросят. Ну, очень хорошо общаются, корректно. Спрашивают, как дела там. Ну, такое, про футбол немножко поговорить. Ну, а такого все, футбольной именно темы. Ну, хорошие болельщики в бою, только лучшие, позитивные. И всегда с ними связь есть, общение. Ковалеву 36 лет. Вполне логично задаваться вопросом, что будет после футбола. Впрочем, ответ прост. Дальше так же будет футбол. Я думаю, много у кого после даже 30, наверное, уже ты понимаешь, что уже немного осталось. И мысли, конечно, появляются, но, наверное, я хочу остаться в футболе. Дальше, наверное, помогать клубу. Надеюсь. Как тренер, не знаю еще, кто, конечно, скорее всего, хотелось бы. И развивать, наверное, молодежь, которая еще в другом или есть, перспективная. И с ними надо работать. Делиться опытом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok